Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Вначале будет короткая предыстория, кто не хочет слушать, сразу минут на пять перематывайте. В столице чудеснейшего государства Литва есть замечательное заведение, о котором я сейчас хочу вкратце рассказать. В общем, если вы будете друзья в Вильнюсе, посетите такой райончик, там богенный район, называется Ужупис. Ну, переводится примерно так же, как и слышится. Какой-нибудь Зажопинск по-литовски, я так думаю. Ну, райончик на Отшибе, в общем. И вот в этом райончике есть очень классный пивной бар, называется бар Шныкотис. Выполнен он в форме сельской кочмы. Ну и вообще, мы познакомились с хозяином этого Шныкотиса, такой мировой мужик. Вообще, эти бары пивные, они есть в Вильнюсе еще в трех местах, но самый колоритный находится именно в районе Ужупис. Вот, если вы там будете, обязательно посетите этот бар. Там такое крафтовое пиво варят, я вам просто передать не могу. Ну, мы с Ларисой там наслаждались пивом. Но сегодня речь вообще не о пиве, а о одном из литовских национальных блюд, которые называются цепелины. Я вначале не понял разницу между цепелиней и цеполина. Думал, что это какая-нибудь цепа-цеполина. А оказалось, что это, ну, такая вкусная, классная штука. И, ну, в частности, в Шныкотисе ее, наверное, готовят лучше всего во всей Литве. Ну, нам так, по крайней мере, показалось. Может, сейчас наши друзья из Литвы закидают нас какими-нибудь неприятными вещами. Но нам в Шныкотисе цепелины понравились больше всего. В общем, мы узнали рецепт. Я неправильно произношу это слово. Конечно, литовцы его произносят как-то по-особенному. Ларис, скажи, как? Не, я по-литовски не скажу тебе. В общем, как-то или цепелини, что-то в таком плане. Но штука очень классная. Типа наших картофляников, картопляников, вот что-то такое. В общем, вам реально? Попробуйте приготовить с нами. Вам очень понравится. Теперь давайте по рецепту. Для приготовления четырех цепелинов, четыре штуки, это, ну, четыре порции, потому что они такие достаточно большие, очень сытные. И вот реально я, например, больше одного под пиво съесть не смог. Нам понадобится шесть картофелин сырых, две картофелины сваренные в мундирках и очищенные. Понадобится фарш. Фарш, в принципе, можно использовать любой. Также цепелини еще готовят с грибами, готовят с творогом, с зеленью. С чем еще, Ларис? Ну, мы так предположили, что с капустой готовят тоже. Ну, это больше наши картофляники, наверное, с капустой. Цепелини я не видела, но может быть. В общем, понадобится крахмал для зажарки, бекон и цибулька. В первую очередь следует натереть картофель. Либо вот на такой вот терке, на мелкой, которая делает именно кашицу, либо на комбайне, который имитирует такую терку. Далее, для того, чтобы эта картофельная кашица у нас не потемнела, потрем туда еще половину луковицы. Полученную кашицу перемещаем в друшлаг, застеленный марлечкой, для того, чтобы стек весь картофельный сок. Пока картофанчик стекает, мелкими кубиками нарежем цибульку. Должно получиться вот примерно так. И на растительном масле обжариваем цибульку до золотистого цвета. Вот я все время сомневаюсь, луком ее назвать или цибулькой. Должно получиться примерно вот так вот. Дадим луку немножко остыть. Остывший лук отправляем в мясной фарш. Перчим и солим. И хорошенько перемешиваем. Далее вернемся к картофелю. Картофель, который у нас был отваренный в мундирах, пропускаем через мясорубку со средней решеткой, допустим, 5-6 миллиметров. Кашицу из картофеля, которая стекала, отжимаем через друшлаг. И жмых отправляем сюда, к картошке, которая перекручена. Сливаем картофельный сок. И видите, на дне остался картофельный крахмал. Этот картофельный крахмал тоже сюда же к тесту. Добавляем чайную ложку сухого картофельного крахмала. Солим все это дело. И хорошенько вымешиваем до получения однородного теста такого. Далее приготовим сами цепелины. Я уверен, что я неправильно произношу это слово. Но, друзья литовцы, простите меня, пожалуйста. В общем, досточку посыпаем крахмалом, чтобы у нас ничего не прилипло. Теперь наша задача сформировать такой картофляник, или картопляник, как говорят братья белорусы. Но по виду он должен напоминать дирижабль. Ну, цепелин это же дирижабль, насколько я понимаю. Или такая торпеда какая-нибудь. В общем, такая штука. Конечно, их делают такие очень красивые. Они действительно остроконечные получаются. И реально похожи на дирижабли. Мы же не будем делать круглые, Ларис? Нет, я просто формирую так, чтобы они лучше держали форму. Сначала шариком, а потом дирижабль как-то. Ну, вот при мудрости. Вот такая вот штука должна получиться. Давайте еще один приготовим. Одну четвертую примерно берем нашего картофельного фарша. И, соответственно, одну четвертую мясного фарша. Кстати, друзья, все количество ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления, написанный Ларисой, найдете в описании видео. Ух, мясные у нас будут цепелины. Мне все время их хочется цеполиной назвать. Надеюсь, что достаточно понятно, как его сформировать. Наша задача сделать таким образом этот дирижаблик, чтобы слой картофеля был примерно одинаковый со всех сторон. Вот видите, как Лариса ловко это делает. Точно так же формируем оставшиеся. Пока мы лепили цепелины, мы поставили кипятиться воду для того, чтобы их варить. Солим воду, примерно столовая ложка на 2,5 литра воды. Вторую порцию крахмала, там где у нас была столовая ложка, разбавляем буквально 20 миллилитрами холодной воды и размешиваем. Полученный раствор отправляем в кипящую воду. После того, как вода опять закипела, перемещаем наши цепелины, так сказать, в воду, пусть варятся. Ждем, пока закипит и цепелины должны всплыть. Они сразу тонут, а через какое-то время они всплывут. Примерно через 5 минут наши цепелины всплыли. Накрываем их крышкой, уменьшаем огонь до минимума и на самом медленном огне варим их в течение 20 минут. В это время займемся зажаркой из бекона. Бекон нарезаем кубиками размером примерно 5-6 миллиметров. Для того, чтобы бекон было удобнее резать, его лучше немножко подморозить перед тем, как начинать его нарезать. Тогда он значительно проще режется. И обжариваем нарезанный бекон до красивой золотистой корочки. Дожарились наши шкварочки, получились золотистые, ароматные и очень-очень аппетитные. И в то же время готовы цепелины, друзья. Будем сервировать. Извлекаем цепелины из кастрюльки. На тарелочку их. Жирненько посыпаем их шкварочками. И вот тут, друзья, главное жирненько. Шкварок должно быть очень много. В Литве вообще очень много вот таких вот классных, вкусных, жирных блюд. Ларис, не жалей шкварок по-литовски. И подаем цепелины обязательно со сметаной. Конечно, они у нас получились не такие красивые, как в горячо полюбившемся нам шныкотисе. Там форма цепелинов значительно больше похожа на дирижабли. Вот, друзья, такие штуки у нас в разрезе получились. Получается сочная картофельная запеканка. И внутри такая мясная начиночка. Должно быть очень вкусно. Сейчас попробую. Разговаривая с литовцами, мы с Ларисой поняли, что цепелины это примерно как украинский борщ. Сколько хозяек, сколько поваров, столько и рецептов. Но в результате опроса с пристрастием нескольких наших знакомых в Вильнюсе, мы все-таки выпытали этот рецепт, с которым с удовольствием с вами и делимся. Но вот для меня здесь еще обязательный черный перец. Черный перец, много-много сметаны. Причем сметана должна быть густая. У нас-то из сливок сметана домашняя буквально день простояла, еще не загустела как следует. И получается вот такая вот вкуснота. Конечно, для того, чтобы полюбить литовскую кухню, надо обязательно побывать, ну, как минимум в Вильнюсе. А лучше поездить по стране. Там действительно кормят очень вкусно. А какое пиво там варят, я вам просто передать не могу. Но такой маленький кусочек литвы у себя на кухне вы можете приготовить для себя, для своих родных и близких. Попробуйте это блюдо. Оно реально очень вкусное и очень необычное. Нам оно очень понравилось. Спасибо за внимание, друзья. Очень надеюсь, что видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал. А мы с Ларисой снимаем для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока.